Эти новости пришли в течение одного дня. Еще пару лет назад каждое это событие СМИ мусолило бы неделю-другую. Я не буду рассуждать, как спреставалось нынче время. Я просто перечислю новостную ленту за 20 апреля 2023 года. Ну, погнали! Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Ильзас, где в деревушке Мютельшольц местный житель попал-таки в него яйцом. Макрон высказался в том духе, что после принятия пенсионной реформы он другого и не ожидал. После абсолютно внезапных и чрезвычайно успешных учений Тихоокеанского флота России был смещен его командующий Сергей Авакянц. Теперь он будет заведовать спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием. На Киев упал с неба неопознанный объект. Это на нас валился спутник НАСА, завопили в столице Незалежной. Неправда, это не наш спутник, ответила НАСА. В Йемене толпа задавила насмерть 300 человек. Люди хотели получить пособие 9 долларов. В Киев пожаловал глава НАТО. Сказал, что все страны-члены Альянса готовы принять нового товарища. Все члены Альянса с этим согласны. Премьер Венгрии Виктор Орбан очень удивился. Илон Маск все-таки запустил свою супер-дупер-ракету. Старшип оторвалась от стартового стола, поднялась на 38 километров и благополучно взорвалась. Пока президент Франции обхаживал провинцию, железнодорожники и профсоюзные активисты в столице начали предварять в жизнь ленинские революционные планы. Почту и телеграф пока оставили в покое, но биржу Euronext в дефансе уже захватили. В Санкт-Петербурге горел Кировский завод, где делают всевозможную военную технику. Дым пожара был подозрительно оранжевого цвета. Это не прикольный корпоративчик. Это канадские министры на полном серьезе протестуют против насилия над женщинами. Надежда на высоких каблуках, так акция называется. ВКС России отбомбились по Белгороду. Как объяснили в Министерстве обороны, у пролетавшего Су-34 случился нештатный сход авиационного боеприпаса. Прилетело на перекресток. Один автомобиль улетел на крышу магазина. Бей своих чужие бояться будут, это я понимаю. Но зачем открывать пиво красную кнопку? Да, потом нашли и вторую бомбу. Забыв о 10 пакетах и более чем 10 тысячах санкций, американцы через ООН начали переговоры о возвращении в Россию финансовой расчетной системы SWIFT. Вот такой один единственный денек. Это еще украинское контрнаступление не началось. И Лавров ничего насчет дебилов не говорил. Украинское контрнаступление в Москву, в феврале и в апреле, в Маде, в Маде, в Маде.